Я правда у тебя единственный? Ну конечно! Я люблю тебя больше всех на свете! И я тебя! Правда? Эмма, ты ничего не хочешь объяснить? Ты кто такой? Отойди от моей девушки! А может это ты отойдешь от моей? Точеки! Я никого здесь кроме своей Эммы не вижу! Эмма моя девушка и она будет со мной! Может дать им право выбора Эмми? Пусть сама решит, кто лучший вариант! А знаете что? Эмма, ты прав! Я сама выберу! Ну давай! Мы ждем! А что здесь за крики? Ой-ой-ой! Неприятная ситуация! Ну вот! Слышалось то, чего я и боялась! Мне приходится выбирать между ними! Да, ты влипла, подруга! Ну, раз ты не знаешь, как бы выбрать! Ну, у меня есть идея! Какая еще идея? Я предлагаю устроить конкурс! У вас есть три дня, чтобы удивить Эмму! И после она выберет кого-то из вас! Или меня, или никого! Ага! Разбежался! Кому нужен нищий уборщик улиц? Посмотрим! Я так понимаю, все довольны моей идеей! Ну, мне и вправду будет так легче определиться! Согласны! Ну, время пошло! Это будет весело! Не сомневаюсь! Где моя дочь в такое время ходит? Не беспокойся, милый! Может, она с мальчиком гуляет? Ты решила меня еще больше разозлить? Не рано ли ей с мальчиками гулять? Эмма у нас еще маленькая! Бен! Ей 16 лет! Ну вот! Я же говорю, она совсем малышка! Мы с тобой познакомились! Когда нам было по 16? Может, и она найдет свою судьбу? Ну, ладно! Убедила! Но тогда мне нужно с ним познакомиться! И убедиться, хороший ли он парень! Мам, пап! Я дома! Мы на кухне! Подойди к нам, пожалуйста! Иду! Солнышко, садись! И рассказывай, как зовут твоего парня! Ой, пап! Или Итен, или Зак! Я еще не определилась! Эмма... Как это? Ты что, решила своему парню имя поменять? Ха-ха-ха! Нет, пап! У меня два парня! Итан и Зак! И сегодня они познакомились! Ой! Дорогая, подай воды! Что-то мне нехорошо от этих новостей! Эмма, перестань шокировать папу! Я ему сама все объясню! Ой! Ну, хорошо! Тогда я пойду в свою комнату! Ой, дорогая! Я тоже пойду прилягу! А то еще одна такая новость, и меня точно в больницу увезут! Ой, пойдем! Впечатлительный ты мой! На! Получи! Смотри, куда идешь, неудачник! Просто я хочу, чтобы ты знал, что не нужно становиться на моем пути! Ты мне не конкурент! Эмма будет моя! Я на завтра такое свидание запланировал! Пф! Она сразу же выберет меня! И что за свидание? Поход в кафе? Ты снова ей купишь сладости, которые она даже не сможет съесть? Это не твое дело! А еще вечер нам испортишь! Скажешь или нет, я все равно испорчу! У тебя все равно никакой фантазии! Посмотрим! Ага! Удачи! Нужно срочно бежать к Эмме и первым ее добиваться! Это дело принципа! Готовься, подружка! Завтра будет сумасшедший день! Это точно! Ладно, пойду сделаю себе новый маникюр! Вдруг мы завтра сыты нам пойдем в ресторан? Ну и все, пока-пока! Да тише ты! Вдруг твои родители услышат! Что ты здесь делаешь? И как ты сюда попал? Своим привычным способом через окно! У тебя что, дома нет дверей? Ты всюду так странно заходишь? Есть! Но твои родители наверняка бы меня не пустили! Правда же? Ну, тут ты прав, но... А вот и они! Быстро прячься, папа идет! Доча, мне показалось, я лето кричала! Да, с Виолетой говорила! А она меня напугала! Да? А мне показалось, что я слышала мужской голос! Ты же ничего не скрываешь от любимого папочки? Нет, ты что? Тебе, наверное, показалось! Ну, смотри мне! Люблю тебя, папочка! Ну, все, иди! Мне надо переодеться! Все, понял, понял! И я тебя люблю, доченька! Фух, все! Вылазь оттуда! Хорошо, что пронесло! Зачем ты вообще пришел? Хотел сделать сюрприз! Ты же наверняка по мне скучала! Угу! Ну, ладно! Раз ты уже пришел, давай что ли какие-то видосики посмотрим? Ну, давай! Достань там чипсы из-под подушки! Ты прям как я, прячешь еду от родителей! Ну, типа! Только мне и чипсы не разрешают! Со мной тебе можно все! За это я тебя и люблю! Что-то она подозрительно себя ведет, моя дорогая! Да, успокойся! Ты слишком сильно себя накручиваешь! Я тебе говорю, я точно слышал мужской голос в ее комнате! Если тебе так будет легче, я пойду проверю! Я с тобой! Ой, сиди уже! Она тебя скоро вообще в комнату пускать не будет! Ладно, только быстро! Бегу! Наверное, я пойду уже! Мне завтра на новую работу выходить! Ого, круто! А что за работа? Ну, приветик! Я парень Эммы! Зак, приятно познакомиться! Да не переживай, Зак! Маме я рассказывала про тебя! Главное, чтобы папа не узнал! Эмма! Ты что, совсем с ума сошла? В смысле? У твоей мамы всегда так часто настроение меняется? Бен! Мама! Зачем ты его позвала? Здесь же Зак! Бен! Эмма, есть чипсы! Еду, дорогая! Что? Ой-ой-ой, пора валить! Нет! Не трогай его! Да я тебе... Отстань от мальчика! Лучше вот поговори со своей дочерью! Она от нас чипсы прячет! Это ты принёшь чипсы, мелкий хулиган? Да, это я! Простите! Я не знал, что вы не разрешаете! Вот! В следующий раз будешь знать! А никакого следующего раза не будет! Проваливай, чтобы я здесь тебя больше не видел! Проваливай! Куда? Куда? Через дверь выйдешь! Проведёте? С удовольствием! Дочь! Я от тебя такого не ожидала! Чтобы через пять минут ты была на кухне! Ну это просто... На кухню! Быстро! Ну давай рассказывай, Эмма, кто он такой и почему... И почему ты ешь чипсы? Сара, да мне плевать на эти чипсы! Тебе плевать на здоровье нашей дочери! Мне кажется, я могу идти обратно к себе в комнату! Нет, но когда в моём доме, без моего разрешения, разгуливает какой-то парень... Ну и пускай разгуливает! Эмме уже 16 лет! Вот именно, пусть есть, что хочет, но никаких парней! Я, наверное, пойду... Стоять! Ну он сам залез в окно, и чипсы были не его! Ну мам, пап! Ага, значит ты всё-таки прячешь от нас эту гадость? Кто тебе научил так врать? Через какое окно? Поставлю решётку, никто не залезет! Никаких решёток! Просто Эмма должна познакомить нас с ним нормально! А ты не указывай мне, что делать! Почему ты не сидишь? Понятно! Я разговариваю с ними бесполезно! Я буду ставить решётку! Это мой... Решётку будешь ставить? Эх, отличное утро! Надеюсь, Эмма выспалась, и у неё хорошее настроение! Я приготовил ей просто идеальное свидание! Кстати, нужно ей написать СМС! А вот и моё новое рабочее место! Сорвём свидание, и она точно будет моей! Ваш чай и булочки готовы! Подойдите забрать заказ! Ну, кто там ещё? Опять эти сумасшедшие всю ночь спать не давали! А, Итан, пойду проверю, как там родители, и буду собираться на свидание! Тебе совершенно всё равно на нашу дочь! Мы разводимся! Да, разводимся! И дочь остаётся со мной! Мам! Пап! Да, дорогая! Сара, не делай вид, что тебе интересно дела дочери! Что такое, доченька? Вы что, правда разводитесь? Да, и ты остаёшься с любимым папой! Нет, она хочет остаться с мамой! Что? Поволчать и оба! Вы не разводитесь! Если так случится, я не выберу никого! И уйду жить к Заку! Ну, доченька! Вот видишь, до чего ты дочь довела? Истеричка! Это я довела! Молчать! Сегодня я познакомлю вас с Итаном! Возможно, он вам больше понравится! А если нет, то выберу Зака! Никаких парней! Бен, ей уже 16 лет! Вдруг этот Итан и вправду славный мальчик! Ну, ладно! Но это только, чтобы сохранить нашу семью! Так ты не хочешь разводиться? Ну, понятно! Пойду я, а то на свидание опоздал! Ну, конечно! Я же тебя люблю ещё с 11 класса! Отлично! Сегодня ничего мне не испортит настроение! Я так не думаю, друг! Откуда ты здесь взялся? У тебя же нет денег на такие места! Ну, ладно! Просто уйди по-хорошему! Я тебе жизни не дам, если ты сорвёшь нам свидание! Плевать, я хотел на твоё свидание! Мы вчера с Эмой прекрасно провели время! И вообще, как я могу уйти со своего рабочего места? Ты здесь работаешь? Ага! Удачного свидания, лузер! У меня всё получится! Да-да, удачи! Приветик! Приветик! Слушай, я как раз хотела спросить, какое платье лучше выбрать? Вот это или это? Ну, не знаю! Мне кажется, лучше это! Оно такое более женственное! Кстати, а ты же с Итаном идёшь? Да, с Заком я была вчера! Мои родители чуть не развились из-за этого! Ого! Так ты уже, выходит, сделала выбор? Пока ещё нет! Я же не знаю, как себя поведёт Итан! Ладно, я тогда пошла переодеваться на свидание к Итану! А ты пока можешь посидеть здесь! Мои родители тебя любят! Надеюсь, они из-за меня разводиться не будут! Ну, от них можно ожидать чего угодно, но я надеюсь, что нет! Пора начать воплощать свой план! А вот как ты думаешь, Эмми будет комфортно сидеть с тобой на свидании при мне? Обслуживающему персоналу слова не давали! И вообще, тихо! Кажется, Эмма идёт! А вот и я! Я так соскучился по тебе! Присаживайся! Зак! Не обращай на него внимания! Сегодня наш день, и никто его не испортит! Ну, я постараюсь! Угощайся, милая! Это всё для тебя! Эмми, нельзя чипсы! Не дома можно! Главное, чтоб мама не узнала! Итан, вкусняшки это, конечно, хорошо! Но мы что, просто поедим и поедем по домам? Да кто тебя ещё так накормит? Ой, совсем избалованная девочка! Давай, ешь! Ну, спасибо! Даже лезть не нужно! Он сам всё испортит! Давай перестань! Ты знаешь, что-то поговорим лучше! Ну, давай! Короче, я недавно такую игру скачал! И я там всех победил! Ну, как тебе? Эмми, всё ясно! Ты меня вообще не слушала! Да, я слушала! Слушай, вот скажи мне, тебе не надоело, что он постоянно о себе говорил? Ну, он постоянно покупает мне платье! Вот, телефон недавно подарил! Ну, да, ясно! Кому я нужен без денег? Неправда! Мне с тобой очень весело! И ты заботливый! Так, может, выберешь меня? Прости, я ещё не определилась! И мне пора уже бежать! Хочу извиниться перед Итаном! Ясно! Ничего! Я обязательно что-то придумаю! Ой, дорогая! После этой встречи с её первым парнем, не знаю даже, чего ожидать от второго! Всё нормально будет! Не переживай! Здравствуйте! Привет! Проходи! Не стесняйся! Ты к Эмме пришла? Да! Она же сегодня с вами приведёт Итана знакомить, да? Да! И я этому не очень рад! А вы абсолютно правы! Итан ужасный человек! Хуже Зака? Конечно! Он прогульщик! Хулиган! Только я вам ничего не говорила! Отлично! Один хуже другого! Как я и говорил, на порог не пущу! Бен, успокойся, наконец-то! Ты обещал своей дочери, что будешь вести себя нормально! И к тому же, ты подставишь Виолетту! Спасибо, миссис Сара! Это тебе спасибо, милая! Мы будем внимательнее присматриваться к этому Итану! Ладно, я, наверное, пойду, а то у меня там есть ещё кое-какие дела! Удачи тебе! Ещё раз спасибо! Удачи тебе! Итан! Чего тебе? Иди к своему Заку! Ты его, наверное, слушаешь? Ну, не обижайся на меня! Мои родители всю ночь ругались! И я не выспалась! Ага, рассказывай! Я знаю твоего отца! Он даже голос не может повышать! Ну, поверь мне, это не так! Стоп! А откуда ты знаешь моего отца? Он бизнес-партнёр моего отца! Поэтому я часто его вижу у нас дома! Ну, тогда в качестве извинений я хочу тебя познакомить с своими родителями! Правда? А Зак с ними знаком? Да, но он им, мягко говоря, не очень понравился! Так, нужно подкупить её отца, чтобы я ему понравился! Что ты говоришь? Говорю, пойдём скорее! Мне уже не терпится с ними познакомиться! Только переоденусь! Хорошо, тогда я подожду тебя у входа! Говорят, любовь за деньги не купишь! Привет, Зак! Привет! Что будешь заказывать? Клубничный коктейль! А вообще, я пришла поговорить! И что тебе нужно? Зак, какой ты грубый! И даже не пытайся со мной фиртовать! Если это проверка на верность, то передай Эмми, что я её прошёл! Нет, проверку я хочу устроить Итану! Мне кажется, он не такой хороший! А тебе это зачем? Ну, просто понимаешь, мне давно нравится Итан! А если ты будешь с Эммой, то у тебя будет больше шансов, да? Угу! Вот такая она, женская дружба! Так что, ты в деле! Ещё-то, каков план? В общем, Эмма сейчас будет знакомить Итана с родителями! И что? В общем, когда он будет возвращаться, мы его встретим! А дальше сам всё увидишь! Уже интересно, что будет дальше! Ну, пойдём! Мам, пап, знакомьтесь! Это Итан! Приятно познакомиться! Присаживайтесь, Итан! Спасибо, миссис Сара! Миссис Сара! Вот! Он очень богатый и... И хорошо учусь! Да, он лучший в нашем классе! Я знаю его отца! Он ему оценки на год вперёд проплатил! Нет, да что вы! Это неправда! Можно вас на пару слов? Хм! Смелый парень! Ну, пойдём! Мам, и о чём мы пошли говорить? Понятия не имею! Но это мужские дела! Согласна, мамуль! Ну и что ты думаешь по поводу Итана? Кто мне больше подходит? Даже не знаю, дочь! Ребята, а вы как думаете, кто больше подходит Эмми? Зак или Итан? Напишите об этом в комментариях! Ладно, посмотрим, кто больше понравится папе! Угу! Ну, и о чём ты хотел поговорить, герой? О вашем бизнесе! Мне кажется, что ты маловат, чтобы со мной обсуждать мои деньги! А я так не думаю! И на что ты намекаешь? А я знаю, что вы обанкротились! Поэтому предлагаю вам сделку! Ты что, предлагаешь купить мою дочь? Тише, тише! Не нужно так кричать! Я всего лишь хочу купить ваше одобрение! Хм! Какой хитрый мальчишка! Нужно лишь хорошо ко мне относиться! А взамен сможете восстановить свой бизнес! Ну, ладно! По рукам! С вами очень приятно работать, мистер Пен! Чего ты так официально? Ты же мне почти как сын! Никто не должен заподозрить! Поэтому пойдёмте обратно! Ты прав, пойдём! Мы тут немного посовещались, и я решил... Ну что, дорогой, как тебе Итан? Он идеальная пара для моей дочери! А этот Зак, чтобы не появлялся в моём доме! Пап, ну я же ещё не решила! Я лучше знаю, кто тебе подходит! Тема закрыта! Ну вот и прекрасно! Может, пойдём пить чай? Прошу прощения, но мне уже нужно идти! Было приятно с вами познакомиться! Ну, я же даже не успела! И нам было очень приятно познакомиться, дорогая! Не задержи молодого человека! Спасибо! Пока, Эмма! Пока! Ладно, я пойду в комнату отдохну! Как-то это всё странно! Мы снова богаты! Да, дорогая! Наконец-то наша дочь принесла пользу в дом! Агату! Одни убытки! Ленивы! Угу! Так, прячься! Он идёт! Ты готова? Да, готова! Только фотку сразу не отправляй! Мы ещё немного подфотошопим, чтобы не было понятно, что это я! Ну, это понятно всё! Беги! Ой, что-то мне так плохо! Голова кружится! Помогите! Отправить! Отправить! Ты, Виолетта! Ну, Эмма должна быть моей! Что с тобой? Да не знаю! Что-то так сильно голова закружилась! Может, к врачу? Да нет! Мне уже лучше! Просто проведи меня до дома, пожалуйста! Ну, ладно, идём! А то вдруг ещё раз потеряешь сознание! Спасибо! Ты такой хороший! Ну, всё, Итан! Эмма точно моя! Как-то это странно, что папе так быстро понравился Итан! О, новая смс! Что? Итан и Виолетта? Вот же подруга! Нужно срочно всем написать, чтобы мы встретились в кафе! А я сделала свой выбор! Ну что, папа! Как тебе, Итан? Я же уже сказал! Отличный мальчик! Да что ты! А теперь посмотри на это! Да что там! Но этого не может быть! Вы хотите сказать, что только я это вижу? Ну, иду, лучше открою! Иду я! Ещё раз перейду! Ты совсем с ума сошла, что ли? Нет, а ты чего такая злая? Я? Да ты обнимаешься с моим парнем за моей спиной! А потом приходишь ко мне домой и делаешь вид, что ничего не случилось! Но я ни с кем не обнималась! У тебя уже паранойя! Да? А вот это что? Но ты всё не так поняла! Я не хочу тебя больше видеть! Ты мне больше не подруга! Но я же... Убирайся из моего дома! Вот же зак-предатель! Я ему помогла! А он... Нужно срочно предупредить Итана! Давай, давай! Давай, мы сейчас сделаем их! Привет! Приветик, я ещё раз... Привет! Что ты тут делаешь? Я же провёл тебя домой! Я пришла извиниться перед тобой! Ты, видимо, слишком сильно головой ударилась! За что извиниться? В общем, я тебя обманула! После того, как ты меня провёл, я пошла к Эмме! Ну, ладно! Это твоё дело! Нет! Дай мне договорить! Только пообещай, что ты ничего не расскажешь Эмме! Ну, говори уже! Эмма увидела фото, где мы с тобой обнимались! И теперь она точно выберет Зака! Что? Когда мы с тобой обнимались? Я хотела, чтобы ты был моим! И попросила Зака нас сфотографировать! Когда ты потеряла сознание? Да! Да, отлично! И что теперь делать? Может, если Эмма выберет Зака, то ты будешь со мной? Я так давно тебя... Виолетта, ты в своём уме? Ты знаешь, сколько я дал денег мистеру Бену, чтобы ему понравиться? Нужно срочно их забрать! Ну, Ида! Пап, ты совсем меня не слышишь! Он мне изменяет с моей подругой! Ну, может, ты всё неправильно поняла? Милая, я думаю, что всё было не так! И Виолетта просто решила тебя подставить! Они оба предатели! Я не хочу больше о них ничего слышать! Ну, а вдруг, Итан, твоя судьба? Ну, все имеют право на ошибку! Да вы что, все с ума посходили, что ли? К тому же, Виолетта приходила к нам и рассказывала про Итана! И что она рассказывала? Ну, о том, что он очень плохой и лучше выбрать Зака! Странно! Так что, девочка моя, ещё раз подумай насчёт Итана! А может, проблема только в твоей подруге? Ну да, может быть! Тогда я и вправду ещё подумаю, кого выбирать! Правильно, Эмма! Он лучший вариант для тебя! Мистер Бен, срочно мне верните мои деньги! Ну, я жду! Что? Какие ещё деньги? Эмма, пойдём лучше в твою комнату! Пусть и сами разбираются! Ну уж нет! Доченька! Я хочу знать правду! О каких ещё деньгах идёт речь? Те, которые я дал твоему отцу, чтобы быть с тобой! Эмма, нет! Уговор был не такой! Уговор? Папа, ты что, меня продал? Эмма, нет, конечно, доченька! Я продал своё одобрение! Не больше, не меньше! Ты пытался купить моего отца, Итан? Нет, ты всё неправильно поняла! И ты всё знала, мама? Ясно! Вы все здесь предатели! Ну, доченька! Всё! Я иду спать! И больше я вам не доченька! До завтра, Итан! Ну и где мои деньги? Ну и где они? Ты правда их ждёшь? Выбор же очевиден! Я хочу извиниться перед Эммой! Она тебя не простит! Как и меня! Нет, всё можно объяснить! Ну пойдём! Будем пробовать что-то менять! Я надеялся, что вы уже не придёте! Снова пришёл деньги требовать? Нет, я пришёл извиниться! Я выбрала Зака, так что извиняться уже поздно! Ты выбрала Зака, потому что я подставила Итана! Вот видишь, дочь, я была права! Но Зак тоже в этом участвовал! Это правда? Да, но я хотя бы не подкупал никого деньгами! Но мне пришло фото от неизвестного номера! Я не хотел, чтобы ты думал, что я к этому причастен! Но это всё равно как-то неправильно! А я предлагаю начать новый конкурс! Только теперь установить правила! А что, хорошая идея? Нет уж больше никаких конкурсов! Тем более Эмма выбрала меня! Нет, Зак, ты тоже оказался подлым обманщиком! Так что я не выбираю ни одного из вас! Мамочка, какой страшный этот ужастик! О нет, доченька! Кажется, этот монстр идёт прямо на нас! Что тебе нужно? Забирай деньги! Нет, ты не свободала! И где наш дворецкий Сава? Почему его нет рядом, когда нам так страшно? Мисс Даша! Мисс Рози, что-то случилось? Продаём лимонад! Продаём лимонад! Ага, у нас никто не хочет его брать! Придётся снова менять цену! И почему мы, бедные подростки из приюта, должны выживать, продавая этот лимонад? А у нашей одноклассницы Даши есть всё! Просто потому, что её мама миллионер! Здравствуйте! А можно мне, пожалуйста, чашечку кофе? Эм, простите, но кофе у нас нет! Зато есть вкусный, освежающий лимонад! Всего 25 центов! Нет, пожалуй, я откажусь! Мне перед работой нужно выпить кофе! Значит, да! Либо вы сейчас же берёте наш лимонад, либо до работы вы можете не дойти! Понял, я всё понял! Можно мне пару стаканчиков? А-а-а-а! 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 Какой сегодня сильный дождь! Нужно искать укрытие! Фух! А-а-а! Ого, какой дом! Надеюсь, он будет открытый! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе! 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 Как же мне повезло, что в этом доме никто не закрывает окна! Надеюсь, меня не найдут до того момента, пока не закончится гроза! Ведь я бездомная, и мне некуда идти! И куда уже моя мама ушла? Мне же очень страшно смотреть фильм ужасов самостоятельно! Мисс Даша! Мама, хоть ты здесь! Мне хоть будет не так страшно! Кстати, где мама? Я не знаю, но дома ее нигде нет! И куда она могла пойти в такую ужасную погоду? А может, ей срочно понадобилось на работу? Нет, у нее сегодня выходной! Если честно, я очень переживаю за свою мамулю! А мы прерываем показ фильма из-за выпуска срочных новостей! Интересно, что там случилось? Только что нам стало известно, что на нашу планету напали пришельцы! И начинают похищать людей! Наша полиция уже борется с ними! А на этом у меня все! До новых встреч, дорогие друзья! И главное, не выходите на улицу! О нет, какой ужас! Мамуля, скорее возвращайся домой! Я очень сильно за тебя переживаю! Привет, сестренка! Ничего себе! Рози, так ты не забыла? Зози, ну как я могла забыть о день рождения своей сестренки? Просто уже больше половины дня прошло! Я думала, ты не приедешь! Прости, я пообещала Таше, что посмотрю с ней ужастик! Вот и опоздала! Кстати, не хочешь погостить у меня какое-то время? Мы столько не виделись! С удовольствием! И где она может быть? Не знаю, уже столько времени прошло! Даже дождь уже закончился! Нет, я не могу просто так сидеть и ждать, пока мою маму украдут пришельцы! Эй, вы куда? Постойте! Нужно спасать мамулю! Ну ведь на востях сказали, не выходить из дома! Ну что, полиция побегалась? А что вам нужно от меня, противные пришельцы? Вы все время издевались над хорошими людьми и сажали их в тюрьму! И что? Это преступники! Они заслужили сидеть в тюрьме! Мы так не считаем! Так, пошли с нами! Теперь ты сядешь в нашу инопланетную тюрьму! Мама, мамулечка, ты где? Это пришельцы! Но кого они уносят? Стоять! Стойте! Стойте, кому говорю! Стоп! Куда они пропали? А если это была моя мама? Нет! Погодите! Я что, уснула в чужом доме? Надеюсь, эта девочка меня не заметит! Мамуля! Ее удащили пришельцы! Ее больше нет! Что эта девочка несет? Ну, конечно! Моя мамочка была миллионером! Они наверняка захотели все ее деньги! Неужели у этой девочки пропала мама? Ладно, пойду все расскажу Саре! Он меня точно поддержит! Да, вот это, конечно, не повезло, девочки! Погодите! Это получается! У этой девочки теперь нету мамы! А у меня дома и богатого ребенка! Кажись, у меня появилась идея! Да, вот это круто! Мы смогли получить столько денег, просто продавая лимонад! Ага! На самом деле, у нас бы его даже никто и не покупал, если бы ты не заставила делать всех это своей битой! Это да! Хотя денег на аренду нормального жилья нам все равно не хватает! Алекс, может, мы все-таки зря сбежали из приюта? Там было тепло и уютно! А сейчас мы должны ночевать в школе, хотя и умеем зарабатывать деньги! Брифи, нет! Мы там были словно в заключении! А еда? Мне хотелось блевать, когда я ее ел! Возможно, ты и прав! Вот увидишь! Скоро мы заживем новой жизнью! И у нас даже будет собственный дом! Я надеюсь, ты не подведешь нашу молодую пару! Ну, рассказывай, как здесь? Да что рассказывать! Живу, как видишь, небогато! Ну, да! Я, если честно, даже понятия не имею, почему такая бедная! У меня ведь сестра миллионер! Не расстраивайся, Зози! Да как здесь не расстраиваться? У меня ведь даже денег на еду не хватает! Вот, держи! Пусть эти деньги будут тебе в качестве подарка! Ничего себе! Рози, спасибо огромное! А зачем еще нужны старшие сестры? Да я на эти деньги целый год прожить смогу! Серьезно! А у меня столько стоит, ну и ужин! Ну, чего вы плачете? Да перестаньте плавить, ну чего вы! Мисс, Даша, успокойтесь, не плачьте! Мамуля, я ее так любила! И что мне без нее теперь делать? Так, ну ладно, вам нужно отвлечься! Не хотите посетить сегодня школу? Школу? Сава, ты серьезно? Ну нет, я, конечно, могу вам купить хорошие оценки! Ладно, я пойду! Думаю, мне и вправду не мешало бы отвлечься! Супер! Тем более, я уже собрал ваш рюкзак! Пошлите, пошлите! Как же в этой школе скучно! Алекс, ты, кстати, заметил, что Даша уже целую неделю не ходит в школу? Наверное, у нее что-то случилось! Ой, да ладно тебе! Она просто ленивая! Проходите, проходите! Всем привет, ребят! О, а вот и Даша! Стоять! К мисс Даши нельзя подходить! Тоже мне богачи! Даже общаться с ними теперь нельзя! Почему? Что случилось, Даша? Понимаете, тут просто... Все хорошо, Сава, можешь рассказать, я разрешаю! Просто маму Даши мисс Рози похитили! Кто? Пришельцы! Что? Да, и я не знаю, что мне теперь делать! Бедненькая, мне тебя так жаль! Ага, кроме денег и дома, у меня больше ничего нет! И я не знаю, что мне делать! Слушайте, а может мы сходим, погуляем все вместе, чтобы Даше стало легче? Сава, Даша, пошли, купим футбольное поле, поиграем в футбол, за ваши деньги, конечно! Нет, пожалуй, у меня сейчас нет настроения! Мисс Даша не желает отдыхать! Пошли домой, Сава, я передумала учиться! Как скажете! Да уж, вот это новости! Получается, Даша теперь сирота! Прям как мы! Так, супер, никого нет! Теперь я могу спокойно перейти к выполнению своего плана! Так, вот комната той самой богатой девочки! Здесь точно должны быть деньги! Так, так, так... О, вот они, супер! Теперь я могу привести себя в порядок! О нет, кажись, та самая богатая девочка и ее прислуга вернулись! Я сегодня не отразим, прям как и мой магазин! Здравствуйте! Фу, девушка, мне кажется, вы ошиблись! Мусорная свалка в другой стороне! Так, я не поняла! Вы как с клиентами общаетесь? Наши клиенты, это люди, у которых есть деньги! Сомневаюсь, что вы богаты! Ха, еще бы! Ничего себе! Меня нужно переодеть в нормальную одежду! И еще, где у вас душ? Э-э-э, простите, но у нас в магазине не моются! Что? А если так? А это уже совсем другой разговор! Вам прямо и налево! Ха-ха! Благодарю! О, хоть эта девушка ужасно противная, но моя жена будет рада, что я принесу столько денег! Ха-ха, ничего себе! Какая Даша уже взрослая! Ага, вы, кстати, с ней давненько уже не виделись! Но ничего, скоро я приеду к вам в гости и увижу свою племянницу! Конечно! Она у меня уже такой красавицей выросла! Эх, вся мама! Ага, и на меня тоже похоже! Э-э-э, нет, ты посмотри на себя! Вы совсем разные! Ты, кстати, предупредила ее, что едешь ко мне? Ха-ха, нет, конечно! Зачем? Как? Даша будет переживать? Ай, какая разница! Она уже взрослая девочка! Ей нечего переживать! Погоди, а что она есть будет, пока мамы нет? Ну, вообще-то, она самостоятельно умеет готовить! Но для этого у нас есть дворецкий! Ничего себе! Дворецкий? Ага! Ай, Савва, он такой лапочка! Ну, успокойтесь! Чего же вы? Вон, выпейте водички! Савва, ты меня уже третий день успокаиваешь! Это ничем не помогает! Ну, вы же понимаете, что эти пришельцы не навсегда забрали вашу маму! Как не навсегда! Ну, немного покатают ее в космосе, а потом вернут! Нет, ты все врешь! Савва, ты врун! Ну, что же делать? Как успокоить мисс Дашу? Интересно, кто это такой? Я вроде никого не жду! Неужели приехали родственники делить наследство? Нет, Савва, не пускай их! Не переживайте! Если это и вправду ваши родственники, то я их не пущу! А все богатство останется вам! Ну, кто там? Не знаю! Может, это дальние родственники? Потому что эту женщину я вижу в первый раз! Погоди! Сейчас посмотрим, кто решил меня ограбить! Здравствуйте! Здравствуйте! А вы кто такая? Мисс Даша, отойдите! Это может быть агент под прикрытием! Какой агент? Привет, я Сара! Твоя новая мама! Что? Что означает новая мама? Ну, твою похитили пришельцы, а меня прислали вместо... Мисс Рози! Что-то я вам не очень сильно доверяю! Ура, ура! У меня новая мама! Ну, вы дадите мне пройти? Или я здесь буду стоять, как непонятно кто! Да, конечно! Проходи! Эй, мисс Даша! А вы не боитесь, что это может быть преступник? Нет, Сара! Ты чего? Она же сказала, что ее прислали пришельцы вместо мамы! Обманна быть не может! Ну, если вы так считаете, то я не имею права с вами спорить! Спорить! Алекс! Что случилось, Бритни? Почему ты кричишь? Алекс, быстро поднимай свою задницу и пошли собирать вещи! Что? Неужели ты нашла деньги? И мы едем на море! Нет, директор школы запретил нам здесь жить, поэтому мы съезжаем! Что? Неужели на улицу? Если бы, нам снова придется возвращаться в приют! Погоди, Бритни! Нет, я больше туда ни за что не вернусь! Ну, а что ты тогда предлагаешь делать? А давай пойдем к Даше! Что? Но зачем нам к ней идти? Ну, она ведь сама сказала, что мисс Рози оставила ей дом! Думаешь, она разрешит нам пожить у нее? Хм, нет, но мы придем в гости, попросим переночевать, потом еще денек, а потом просто останемся там жить! Хм, а это идея! Ну, конечно! Ну, а когда останемся там жить, то начнем воровать денежки и вскоре купим себе свой собственный дом! А мне нравится ход твоих мыслей, Алекс! И, кстати, не хочешь уйти со школы навсегда? Согласна! Зачем нам вообще сюда ходить, если нам не разрешают здесь жить? Погнали! А это я заберу себе на память! Ну вот, проходите! Ничего себе! Какой огромный дом! Конечно! Хотя для моей мамы он просто дешевый! Знаете, у моей мамы было очень много денег! Мисс Даша, я вообще не понимаю, зачем нам нужна эта женщина в этом доме? Как это? Я буду веселиться с Дашей, заботиться о ней! Вообще-то это все умеет делать Сава! Именно! Поэтому проваливайте! Стойте! А как же любить? Кто будет любить Дашу, как не вторая мама? Сава, знаешь, она права! И что? Я чувствую, что она плохая! И поэтому ее нужно выгнать! Все, Сава, замолчи! Пойдем, мамуль, я покажу тебе новую комнату! Нет! Я чувствую, чувствую, что здесь что-то не так! Поэтому нужно спасать мисс Дашу! И как можно быстрее! Просыпайся, Рози! Просыпайся! Э? Сава, дай мне еще пять минуточек! Это не Сава, Рози! Это я! Твоя сестра! Доброе утро! Вообще-то уже вечер! Ты сегодня целый день проспала! Эх, прости, Зози! Здесь так тихо! Нет ни Савы, ни Даши, ни работы! Но это не значит, что можно целый день спать! Брось! Дай мне еще немного поспать! Эй, почему ты такая ленивая, Рози? Сейчас время уборки! Что? Думаешь, я буду убирать? Ну, конечно! У нас ведь нет горничного, как у тебя дома! Эй, я не хочу и вообще не умею! Ну, раз так, тогда езжай к себе домой, Систер! Ты меня уже бесишь! Ага, сейчас! Еще десять минуточек посплю и буду собирать вещи! Ага, как всегда приходится все делать самостоятельно! Знаешь, Алекс, я так волнуюсь! А что, если у нас ничего не получится и Даша не примет нас домой? Не волнуйся, Бритни! Все будет хорошо! Я же говорю, скажем Даше, что пришли на пару дней, а потом останемся жить! Как же я счастлива! Теперь Сара заменила мне маму! Кто же это может быть? Привет, Даша! Привет! Что, не ожидала нас здесь увидеть? Если честно, то нет! А что вы здесь делаете? Ну как, пришли в гости? Решили тебя поддержать! Так сказать, зайти попить чайку по-дружески! Хе-хе-хе-хе-хе! Ребята, мне так приятно! Ну, мы так и будем здесь стоять! Или ты нас спустишь? А то на улице так жарко! Я надеюсь, у тебя есть кондиционер? Конечно! Проходите, ребят! Я с удовольствием приму всех гостей! Как же я проголодалась! Так, что у нас здесь вкусненького? О, бананчик! Эй, ты что делаешь? Как что? Ем! Погоди, тебе ведь Даша разрешила, верно? Нет, конечно! Я ее вторая мама! Зачем мне спрашивать разрешение? Ну как? Это ведь некрасиво! А мне плевать! Так, что это мне еще так у вас есть? Сара, немедленно закрой холодильник и перестань есть нашу еду! Что? А ты кто такой, чтобы мне указывать? Во-первых, я прислуга Даши! А во-вторых, я тебе не доверяю! Как вы меня достали! Вот, забирай свой банан! Если тебе его так жалко! Жадина! Брики, зажигай! Алик, здесь просто супер! В школе бы мы не смогли устроить такую вечеринку! О, е! Что здесь происходит? О, Даша, привет! Ты садись к нам быстрее! Не хочу! Алик, Бритни, что вы здесь устроили? Да ладно тебе! Мы всего чуть-чуть потусовались! Не обижайся! Ребята, но вы же в гостях! Просто понимаешь, в школе запрещено такое делать! А здесь куча места! Еще и диванчик удобный! Знаете, надеюсь, это было в последний раз! Больше так не делайте! Хорошо? Хорошо! Побежали, Бритни! Я там, кажется, видел на кухне вкусняшки! Погнали! Да, Бритни, удаченько мы с тобой в гости заскочили! Меньше говори, больше жуй! Я не понял, что здесь происходит! О, Савва, привет! Походи, чай будешь? Я не понял! Вы уже должны были к этому времени уйти! А, точно! Мы просто решили побыть немного подольше! Савва, почему ты кричишь? О, Даша, и ты здесь! Я не поняла! Вы почему пьете чай, а меня не пригласили? Не нужно было останавливать нашу тусовку в гостиной! Знаете, Алекс, Бритни, я думаю, вам уже пора домой! Даш, нам нужно тебе кое-что сказать! На самом деле, мы бездомные, и нам некуда идти! Пожалуйста, пожалей двух бедных друзей и приюти нас! Они что, собираются жить у нас дома? Нет, такого не... Я согласна! Ура! Эй, ребята, вы почему меня разбудили? И вообще, кто это такие? Знакомься, мама, это Алекс и Бритни, мои друзья! Очень приятно! Даша, доченька, я надеюсь, они сейчас уйдут, правда? Мне послышалось, или она назвала Дашу дочерью? Нет, эти ребята теперь здесь живут! Да что здесь вообще происходит? Почему Даша уже за это время приютила трёх человек? Я же твоя вторая мама, Даша! Так, ребятки, пойдёмте со мной! Тётя Саря, нужно поговорить! Эй, Даша, помоги! Куда вы нас с Дашей ешь? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Мы просто её друзья, и нам негде жить! Ага, знаю я таких! Приходят такие безобидные, а потом без денег оставляют! Да что вы такое несёте? Хватит придуриваться! На самом деле я такая же, поэтому можете не бояться! Что? Так вы воруете у нашей подруги Даши! Ну всё, мы сейчас пойдём и всё ей расскажем! Эээ, стойте, не нужно! Ха-ха-ха, попались! Эээ, говорите, я сделаю всё, что хотите! Только не нужно говорить Даша, что я воровка! Хм, давайте так! Мы тоже будем с Бритни воровать! Алекс, ты чего? Взамен на это вы прикрываете нас, а мы, в свою очередь, прикрываем вас! Пойдёт! Ну, мисс Даша, послушайте вы меня! Что такое, Сава? Алекс, Бритни и Сара, зачем вы их приняли к себе домой? Потому что... потому что мне их жалко! Я не знаю, они просто на меня смотрят так, по-злому! Я думаю, что это мошенники! Хе-хе-хе, Сава, не смеши! Какие мошенники? Я в фильме видел, что они сначала такие добренькие, милые, а потом они грабят весь дом! Нет, в этот бред я точно не поверю! Но главное, что я вас предупредил! Убирайся отсюда, я же сказала! Ну и пожалуйста, наконец-то я уеду к тебе домой! Давай, проваливай, сестра! Помогать не хочешь, значит, вали домой! Больше я сюда не приеду! Понятно! А вот и не нужно! Тоже мне! Пришла, намусорила, еще не хочет убираться! Нет, в моем доме так не принято! Давай, приди, давай! Засовывай, давай! А, что-то он не лезет! Алекс, может нам взять мешочек побольше? Я не поняла, что здесь происходит! Даша, привет! А что ты здесь делаешь? Еще и так не вовремя! Ребята, так вы и правда воровали у меня вещи? Нет, это неправда! На самом деле мы, мы, мы воровали не только вещи, а и деньги! Все с вами понятно, проваливайте, и чтобы больше я вас тут не видела! Пошли, Бритни! Алекс, постой, нам же некуда идти! А что поделаешь? Будем жить на улице! Какой ужас, теперь у меня нет друзей! Так, побольше, побольше! Нужно воровать все, что я вижу! Ой, еще денежек захвачу! Сара, и ты туда же? О, привет, Даша! Неужели вы все воровали у меня? Нет, ты что? Это все бред! Мы ничего не воровали! Хватит врать! У тебя за спиной куча моих вещей! Нет, нет, вы ничего не докажете! Получается, что все меня предали! Ха-ха-ха-ха! Я осталась совсем одна! Ха-ха-ха! Мисс Даша, будьте веселей! Хоть вас все предали, но хорошо, что с вами есть я! Ага, Савва, спасибо тебе! Ты всегда был со мной рядом! Ну ладно, вы теряйте слёзы и пойдёмте пройдёмся в парк. Точно, я как раз там давно не была, а дома уже сидеть не могу. А можно с вами? Мама! Ничего себе, а почему у вас такая реакция? Ура, тебя вернули пришельцы, я так рада. Пришельцы? Вернули? Ты хорошо поспала? Даша сказала, что вас украли пришельцы, и мы считали вас пропавшей без вести. Да я просто навещала свою сестру Зози. Ура! Кто это там поёт? Софи, самая красивая девушка. Софи, я люблю тебя. Ты самая красивая, милая моя. Подожди секундочку. Софи, любовь всей моей жизни. Будь моей девушкой. Подружка, тебя ещё долго ждать? Девочки, а вы как тут? Давай быстрее, мы на вечеринку опаздываем. А мне собраться надо. Зачем? Выглядишь отпад. Правда? Подождите меня. Софи, это вечеринка для тебя. Ой, девочки, так приятно. Софи, ты будешь моей девушкой? Нет, она будет моей. Подружка, веселись. Какая подружка? Софи вообще-то моя подружка. Нет, моя. Она будет моей. Нет, будет моей. А я говорю, софи, 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 софи. Ботанша, тише храпи. Фу, чей это шкафчик? Воль. Не трогайте там ничего. Чего он так воняет? Сколько лет этим боткам, фу. Ботанша, вонючка. Все надо мной смеются. Даже мой любимый Макс. Софи, привет. Ты чего, плакала? Нет, все в порядке. Что, снова в классе обижают? Надоели уже постоянно обзываться и прикалываться. Да, не повезло тебе с одноклассниками. Жаль, что ты не учишься с нами в классе. Смотрите, ботанша себе подружку нашла. Ты что, ты имеешь против? Даша, не надо лучше. Ты что, разве не знаешь, кто это? Мы не против. Уходим быстро. Вот бы они меня тоже боялись, так как тебя. А ты все еще сохнешь по этому красавчику? Что? Нет, конечно. Да ладно, я же вижу, как ты слюни пускаешь. Ну да, есть немного. Немного. Даша, ты что, совсем уже? Так, разговаривать со Сьюзи. Да кто она такая? Ну ты смешная. Да, это самая крутая девчонка в нашем городе. Самая крутая девчонка это я. О нет. Вы чего, девочки? Ну, говорим как есть. Если она такая крутая, то чего дружить с этой ботаншей? Хороший вопрос. Мы не знаем. Она должна тусоваться с нами. Не получится, мы уже пробовали. В смысле пробовали? Почему я об этом не знаю? Тоже мне подружки. Вот поэтому и не говорили. Плохо значит пробовали. Я все сама сделаю. 99, 100. Вообще изи. Давай теперь ты. Смотри, учись. Раз. Два. Три. Десять. Один. Привет, мальчики. Тринадцать. Чего тебе неудачница? Чего сразу неудачница? Хочешь быть крутой как мы? Так докажи это. Покажи на что ты способна. Да, легко, подвинься. Готовы. Мы-то всегда готовы. А ты? Смотрите как надо. Сейчас. Просто не размялась. О, смотрите. Сейчас что-то будет. Мальчики, помогите. Мам, помогите. Мы же говорим неудачница. Да. Ну ты чего? Снова? Ничего. Снова прикалываются над тобой. Да. Так, короче, хватит я сейчас эти пирожные. Они меня успокаивают. Это тебе не поможет. Еще как поможет. Вот, доем я сейчас и увидишь. И что, так и дальше будешь черпеть их приколы? А что мне еще делать? Ну да, всегда плакать и заедать пирожными это выход. Не самый плохой вариант. Так, будем это исправлять. С этого дня никаких пирожен. Эээ, это еще почему? Будем делать из тебя крутую девчонку. Я и так крутая. Ну да, я вижу. Тогда почему над тобой все смеются? Я просто не такая, как все. Я умная, а люди не любят умных. Люди не любят ботанов. Я не ботан. И вообще, это очень обидное слово. Так, хватит ныть. Пошли давай. Куда? Я еще не доела. Пошли, говорю. Куда? Сьюзи, только не это. Не поняла. Я вообще не люблю шопиться. Ну, по тебе и видно. Не поняла. Короче, если ты хочешь быть нормальной девчонкой, тебе нужно одеваться, как нормальные девчонки. А, без этого никак? Нет, никак. Давай подбери себе что-нибудь, а я посмотрю. Так. О, Сьюзи, привет. Мы знакомы? А, нет. Мы учимся вместе с Софи. А, так значит, это вы чего вам? Да, мы вот тоже пришли себе новые вещи выбрать. Ты так круто одеваешься. Может, поможешь нам что-нибудь подобрать? Девочки, попросите кого-нибудь другого. Так, некого. Сьюзи, ну как тебе? Это что еще за клоун? Батанша, прикид прям тебе к лицу. Вот видишь, они все равно смеются. И чего ты дружишь с этой неудачницей? И правда, вам нужно было помочь с удовольствием. Девочки, вы уверены, что в такой одежде на людях можно показываться? Ничего ты не понимаешь, это так модно. Какие-то у тебя странные представления о моде. Вы же сами говорили, что Сью самая крутая девчонка, а вещи она выбирала. Ну, вообще-то да. Значит, шмотки тоже крутые. Может, ты и права. Вы что, девочки, в цирк устроились работать? Или мы, бабули, вещи украли? Ха-ха-ха. Хочешь, крыса? А я тебе сразу говорила. Не надо было выбрасывать наши вещи. Пошли скорее, пока нас еще кто-то не увидел. Софи, ты куда убежала? Ты такое пропустила. А что, мне надо было смотреть, как они надо мной смеются. Софи, ну правда, оделась ты, конечно. И ты тоже. Я думала, ты моя подружка. Подружка, поэтому только я могу над тобой смеяться. Да, я не умею одеваться так, как ты. И, наверное, я не научусь. Да перестань ты уже. Я тебя научу. Сьюзи, ты думаешь, что если я научусь одеваться, то надо мной не будут смеяться? Нет, конечно. Ну тогда зачем все это? Ну надо же с чего-то начинать. Ничего у нас не получится. Эй, башенос, у нас все получится. Пошли давай. По-моему, она над нами просто посмеялась. Ага. А мы как дурочки повелись. А она еще просто не поняла, что хочет с нами тусоваться. А по-моему, ей вообще все равно. Она дружит с этой ботаншей. Зачем она нам нужна? Вы что, не понимаете? Если с нами будет дружить самая крутая девчонка в городе, то мы будем вообще мегапопулярными. А что, если она не захочет с нами дружить? Мы сделаем так, что она захочет. И как мы это сделаем? Я все придумаю. Как всегда. Это мы типа что, тупые? А-а-а! Аль! А-а-а! А, Сьюзи, стоп! Я только начала. Это очень больно. Ну, конечно, красота требует жертв. Если таких, то я не хочу быть красивой. Софи осталось совсем немного. А-а-а! Я не могу! Ты вообще хоть раз брови щипала? Нет, конечно. Понятно. А-а-а! А-а-а! Ну, вроде бы все. Фух! Отлично! А ты куда? Я еще не закончила. Еще что-то? Ну, конечно, садись. А я пока подберу тебе что-то из своего гардероба. Ну, и зачем мы это делаем? Как-то это все странно. Вы что, не понимаете? Эм, если честно, нет. Мы сделаем вечеринку в честь Сьюзи. Не поняла. А что тут непонятного? Ну, вечеринка для кого-то типа день рождения. Да. Или еще какой-то повод. А-а-а! Мы сделаем просто так. В честь нашей дружбы. Все, делайте молча. Тебе не кажется, что это уже как-то странно? Кажется, да. Она уже одержима дружбой со Сьюзи. Давай просто подыграем ей, и она успокоится. Ну, ладно. Сьюзи, как-то мне не по себе. Софи, ты и так, красотка. Осталось только... Эй, я же ничего не вижу. Серьезно? Ну, конечно. А по-твоему, я зачем очки ношу? А я думала, все ботаны просто так носят очки. Я же просила не называть это слово. Ладно, посмотрим, где твой шкафчик. У каждой крутой девочки даже должен быть крутой шкафчик. Фу, Софи. Да, знаю. Почему так воняет? Наверное, из-за этого. Сколько лет этому сэндвичу? Без понятия. Куда? Выбрось его. Прости меня, сэндвич. Так, посмотрим, что там у тебя. Носки. В жизни разные ситуации бывают. А это что? Сама не знаю. Фу, это, наверное, моя старая спортивная форма. Это никуда не годится. Нужно по-хорошему это все сжечь. Но мне он еще нужен. Сейчас я все сделаю. Смотри, удар Криштиан Рональдо. Да, хорош. Смотри, как я умею. О, девчонки, привет. О, привет, Макс. Как дела? Супер. А твои как? Девочки, у нас нет времени. Слушайте, может, затусим сегодня вместе? Конечно, Макс. Нет, мы сегодня идем на вечеринку. Ну, так мы с вами можем. Вас никто не приглашал. Как это нас могли не пригласить? Походу, просто не знают нас. Кто устраивает вечеринку? Я и вы не приглашены. Это как? Вот так. Пошли, девочки, мы уходим. Девочки, что это с ней? Мы потом все объясним. Прости, Макс. Ты что-то понял? Нет, ничего не понял. И последний штрих. Вот так должен выглядеть шкафчик крутой девчонки. Эх, ладно, это получше, чем было. Получше? Да это шедевр. Можешь прямо сейчас даже выставлять на выставку. Спасибо, Сьюзи. Да не за что, подруга. Еще чуть-чуть, и ты станешь самой популярной. Ну, тебя мне не переплюнуть. Вот увидишь. Ну что, до завтра. Ты помнишь, ждешь меня с утра, будем учиться краситься. Привет, Сьюзи. Привет. Девочки, вы чего? Что? А где же ваши крутые наряды? Мы оценили. Ты так круто пошутила, прям как шутят друзья. Ну да. Слушай, Сьюзи, мы тут вечеринку хотели устроить и приглашаем тебя. Вечеринку, говорите? Да, в честь тебя. Ты что? Это же сюрприз был. Чего? Да, ничего. Так что, придешь? Приду, но не одна. Конечно, приходи с кем хочешь. Адрес скину в смс. Хорошо, договорились. А, только у меня нет твоего номера. Записывай. Я не понял, как нас не пригласили на вечеринку? Это невозможно. Нас приглашают на все вечеринки, потому что мы просто короли вечеринок. Да без нас все вечеринки были бы отстойными. Вот именно. Без нас вечеринка просто не может существовать. Слушай, а что если они пригласили кого-то другого? Кого? Не знаю. Может они пригласили каких-то других мальчиков? До этого не может быть. Мы самые крутые. А что если они теперь дружат с кем-то другим? Хочешь сказать, они нашли кого-то круче нас? Но круче нас никого вроде бы нет. Но возможно. Мы придем к ним на вечеринку и узнаем. Да, точно. А если там кто-то будет? Подруга, просыпайся! Сьюзи, ты чего так рано? У нас еще с тобой много дел. А можно их немного перенести? Нет, нельзя. Вставай. Эх, ладно. Что сегодня? Нас с тобой пригласили на вечеринку. На вечеринку? Но я никогда не была на вечеринках. Я знаю, поэтому мы будем готовиться. Как-то звучит не очень. Одевайся и я жду тебя. Ну, с чего начнем? Софи, ну что это такое? А, прости, еще не привыкла. Давай быстрее. Все, готово. Так, первое, что нужно знать. На вечеринке крутой тот, кто круто танцует. Поняла. Поэтому покажи, как танцуешь. Сьюзи, могу сказать сразу, не очень. Покажи мне, ведь надо знать, на чем работать. Ну, ладно, смотри. Так, понятно, работы здесь много. Но я же тебе говорила. Не переживай, я тебя научу. Готово. Вон, вон они идут. А с ними никого нет. Ну, конечно, они же не будут так сильно палиться. Наверное, позже придут. А, ну да, точно. Тут мы их и накроем. Так, девочки, проверьте. Все должно быть готово к приходу Сьюзи. Да уже 10 раз проверили. Все нормально. Проверьте 11. Все должно быть идеально. Честно, она уже начинает надоедать. Это уже на паранойю похоже. Может, ее к доктору сводить? Думаешь, поможет? Ну, хоть попробуем. Девочка, хватит болтать. Готовимся. Сьюзи, можно хотя бы воды попить? Ладно, можно. Отдыхай. Знаешь же, быть крутой, это нелегко. Ну, а ты как думала? Думала, будет полегче. Это мы еще только начали. Чего? Только начали? Ну, конечно, Софи. Мы уже опаздываем. Еще одну минутку. Пошли, у нас нет времени. Смотри, это что, ботанша? Да, она. Не понял. Они что, даже ботаншу пригласили, а нас нет? Да ну, не может быть. Но я же не слепой. Это же она. Такого предательства я не ожидал. А вот и мы. Сьюзи, а что она тут делает? Ты же сказала, что я могу приводить кого захочу. Так это их вечеринка. Ну, тогда я пойду. Стой, Софи. Ну, ладно. Раз она с тобой, пускай остается. Все будет нормально. Просто делай, как мы учили. Ладно, я, правда, волнуюсь. У тебя все получится. Ну, все, я пошла. Ну что, девочки, потанцуем? Ну как, тебе нравится вечеринка? Немного пугает это все. Это я придумала. Вечеринка в честь тебя. Спасибо, но больше так делать не надо. Хорошо? Я думала, тебе понравится. Смотрите, как потанше зажигает. Кто бы мог подумать, правда? Это я и научилась. Софи, я тебе. Вы вообще знали, что ботаны так круто танцуют? Надо бы у нее поучиться. Блин, я сделала для Сьюзи такую вечеринку, а ей все равно. Даш, ну может, хватит уже, они веселятся. Классная вечеринка. Эта потанша все портит. Зачем она ее с собой взяла? Ну, они же подружки. Я буду ее подружкой. Нужно избавиться от Софи. Ты чего задумала? Ботанша, тебе этот макияж не идет. Умойся. Ты чего, ненормальная? Беги поплачь. Все, эта неудачница ушла. Теперь можно нормально потусить. У тебя точно с головой не все нормально. Эй, ты куда? Ну, что не так? Сама все испортила. Я сделала все правильно. С ботаншами так и нужно. Ладно, я так понимаю, вечеринка уже закончилась. Как они могли пригласить ботаншу, а не нас? Не могли они такого сделать. Я вообще не понимаю. Давай тоже устроим вечеринку, а их не позовем. Да, и вообще не будем с ними разговаривать. Точно, так и сделаем. Софья, ты снова плачешь. Я же говорила, что ничего не получится. Ну что, из-за одного раза сразу сдаваться? Одного? Сьюзи, это каждый день. Ну, а кто говорил, что будет легко? Ты ведь сама сказала, что не все так просто. Какая разница? Все равно все надо мной смеются. Мы сделаем так, чтобы никто не смеялся. Ты сама в это веришь? Конечно верю. Нельзя сдаваться. Ты должна стать сильнее, поэтому мы с тобой начнем тренировки. Какие еще тренировки? Давай, Софья! Я не могу! Нет такого слова. Давай, Софья, ты сможешь! А у меня есть! Софья, перестать надо! Ну ты же видишь, что у меня не получается! Ох, да вижу! Все напрасно! Спасибо, что хотела помочь, но это, как видишь, бессмысленно. Кажется, я знаю, что делать. Ты куда? Подожди, я сейчас! Вот это уже лучшее пироженки! Я поняла, для тебя просто нужен другой подход! Ты о чем? Давай еще чуть-чуть! Я стараюсь! Вот же, кусай его сколько хочешь! Такое вкусное с кремом! Очень вкусное! Я же говорила, что у тебя получится! Давай еще чуть-чуть! Давай! Ну а теперь у нас бокс! О, Сьюзи, это я точно не умею! Надо, Софья, надо! Сильнее! Так, понятно, меняем тактику! Ну, держись! Ого, молодец! Думаю, на этом тренировку можно закончить! Даша, может, сядешь уже? Голова уже крутится от тебя! В чем же дело? Что я делаю неправильно? Я думаю, все дело в Софи! Да, она мне мешает! Да нет, я думаю, Мия хочет сказать, что смеясь над Софью, ты делаешь только себе хуже! Это еще почему? Они же подружки! Пойми, это уже! Точно! Наконец-то поняла! Она должна увидеть, какая Софья неудачница, и тогда она перестанет с ней дружить! Все, мы ее точно потеряли! А сейчас будет самый сложный урок! Ха-ха, да я уже ко всему готова! Настрой мне твой нравится, но это будет не так просто! И что делать? Нужно подкатить к мальчику! Что? Точно нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Ты же только что! Но я же не знала, что ты хочешь сказать! Софи, да у тебя получится! Этого делать я точно не буду! Поговорить просто так могу! Но подкатывать не! Софи, соберись! Я просто покажу, а ты повторишь! О, смотри! Ну, привет, красавчик! Это ты мне? А кто тут еще, красавчик? Привет! Ой, уронила! Я такая неуклюжая! Ой, да ничего! Ой, что-то так жарко мне плохо! Ой, ты спас меня, мой герой! Да! Ой, все, красавчик, созвонимся! Конечно! Это было мастерски круто! Спасибо! Вот видишь, это вполне реально сделать! Ну ладно, попробуем! Вот, смотри, идиот! Привет, красавчик! Ты это мне? Ты видишь здесь еще красавчиков? Чего тебе? Ой, упала! Упала, говорю! Я вижу! Аккуратней! Поднять не хочешь? Ой, что-то жарко! Ты бы еще теплее оделась! Кажется, сознание теряю! Может, скорую? Нет, иди уже! Ты в порядке? Да немного головой ударилась! Ничего, в следующий раз получится! В следующий раз не будет! Сувин, подожди! Здорово, бро! Сегодня с вами такая красотка заговорила! Даже номерок оставила! Повезло тебе! Привет, мальчики! Как дела? Мальчики, вы чего? Вы нас слышите? Нет! Что с вами? Мы с вами не разговариваем! Почему? Потому что мы на вас обиделись! Обиделись? А что мы сделали? Из-за вечеринки! Вы даже ту ботаншу позвали! А нас нет! А, так вы из-за этого? Мы не виноваты! Ага, а кто? Это все Даша! Там очень долгая история! Мы бы вас обязательно позвали! Что? Правда? Ну, конечно! Какая вечеринка без вас? Вы же самые крутые! Ну, ладно! Мы не обижаемся! Ребята, мне нужна ваша помощь! Хеллоу! Они с тобой не разговаривают! Это еще чего? Потому что ты не пригласила их на вечеринку! Да, эту неудачницу Софи пригласила! Ну, так надо было! Я потом вам все объясню! Если поможете мне, то я устрою для вас самую крутую вечеринку! Честно? Конечно! Что делать надо? Надо эту ботаншу! О, стоп! Дальше не надо! Я в этом участвовать не буду! Я тоже! Ну, девочки, без вас не получится! Не, мне уже надоело! Макс, давай! Девочки, ну пожалуйста! Ради меня! Ну, ладно! Только ради тебя! Софи, опять эти твои пирожные! Все, с меня хватит, Фьюзи! Я делаю все, что ты скажешь! А толку ноль! Ну, не все сразу! Ты каждый день так говоришь! Я понимаю, что ты хочешь мне помочь! Но пора уже смириться, что я неудачница! Да ты не неудачница, ты просто другая! Я знаю! Я ботанша! Все, я больше не хочу быть крутой! Но ты же еще даже не начинала! Значит, не хочу начинать! Ты вот так просто сдашься и позволишь Даше над тобой смеяться! Я уже привыкла! Вот она! Вот она! Так, ну, вонючка! Поданша! Ты удачница! Не надо перестать! Тебе и надо поданшать! Юлий, ты тоже! Я никогда с тобой не дружила! Софья, ты чего? Фух! Мне такой страшный сон приснился! Похоже, очень страшный! Короче, я была ботаншей и надо мной все издевались! Ну, как над всеми ботанами! И знаешь, это совсем неприятно! Даже очень! Привет! Да не бойся ты! Чего тебе? Слушай, ботан... Ой, прости, Даша! Ты прости, что я прикалывалась над тобой! Это снова какой-то прикол? Да нет, серьезно, прости! Я вела себя просто ужасно! Надо было это, конечно, раньше сказать! Да ладно, ничего! Ну что, будем дружить? Ты хочешь со мной дружить? Ну, конечно! Хорошо! Отлично! Народ! Теперь Даша моя подружка! И в честь этого устроим вечериночку! Ура!